По воде они ходят, а скорость мирят узлами. Добрые с виду ехтсмены затащили нашу съемочную группу на середину камы и три часа не выпускали на берег. Впрочем, этому телевизионщики были только рады. Мой коллега Егор Орлов давно хотел принять участие в соревновании, которые местные профессионалы и любители парусного спорта устраивают раз в неделю на протяжении всего теплого сезона. С погодой повезло. Умеренный ветер позволил отойти от пирса без мотора за счет парусов, которые называются стакселем и гротом. Перед началом регаты, в которой приняли участие четыре судна, команды засекли время и в течение нескольких минут выбирали наилучшую позицию на линии старта. Дебютанту разобраться, когда именно началась гонка, непросто. Но вскоре шутки закончились. Стало понятно, что парусники начали борьбу. У каждого свои обязанности. Например, наша съемочная группа пересаживалась с борта на борт в зависимости от направления крена яхты. Это не трудно, но, наверное, тоже важно. Между делом спортсмены рассказывали о характеристиках судна и маршруте. Тут в километрах не меряется. Тут от бакина до бакина меряется. А сколько между ними, там разные их расстояния всегда. То есть бесполезно. При вопутном ветре можно идти, не отклоняясь от курса, но при боковом приходится вилять по акватории. Попав в команду к опытным спортсменам на яхту под названием «Грация», мы весьма грациозно обгоняли конкурентов. Вообще в профессиональном спорте в команде на такой яхте должно быть 6 человек. Трое человек работает, трое отдыхает. Правда, от нашей съемочной группы пока толку мало. Мы просто вспоминаем, как что называется и, естественно, вспоминаем команды. Одна из самых важных поворотов. Грация никак не могла догнать впереди идущую Россию. Надежды были на поворот у элеватора, после которого ветер стал попутным, но заметно ослаб. Для движения в обратном направлении команды использовали еще один парус. Называется спинакер. Его ставят при попутном, ну или около попутном ветре. Называется на фортаке или бакшник. Однако «Грация» продолжала терять скорость. Скорее всего, водоросли зацепились за киль и замедляли ход. Ничего сделать было нельзя. Парусник перед финишем пропустил вперед еще одну яхту и завершил гонку третьим. Но это никого не расстроило, включая самых маленьких яхтсменов, которые вместе с их отцами не раз приходили первыми. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.